В Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили о новых правилах движения. Дело в том, что много ажиотажа вызвало требования о перевозке детей до 12 лет в автокреслах. Но закон не предусматривает именно наличие автокресла, а говорится о специальных детских удерживающих устройствах или иных средствах, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Но ребенок ниже ростом взрослых и ремень безопасности может задушить его, а не спасти. Подробнее об этом и других правилах расскажет Бауржан Шаяхмет. Сегодня в МВД было особенно много журналистов. Всех волновали новые правила. Пресс-конференция началась с детских кресел. Именно потому, что ребенок ниже ростом взрослых, для которых и сделаны ремни безопасности, нужны кресла, либо спецремни, сообщили полицейские чиновники. Значит, перевозка детей на руках, она считается самой опасной, так как при ДТП, есть исследование, при ДТП со скоростью 50 км в час, вес ребенка увеличивается в 30 раз, то есть от инерции. Если ребенок, например, весит 10 кг, то при ударе 50 км в час вес его будет достигать 300 кг. То есть ни один взрослый ребенок такой вес на руках его не удержит. Либо он у вас вылетит через переднее лобовое стекло, либо он будет раздавлен самим пассажиром, который его держит. На вопрос, как же перевозить только что родившихся грудничков, с адвокацией пояснил, что для младенцев надо заблаговременно покупать спецкресла. Следует отметить, что такси не является исключением. Таксисты обязаны использовать автокресла. В МВД уточнили, что за игнорирование этого закона водитель будет оштрафован аж на 5 МРП. Это около 10 тысяч в деньге. Далее выяснилось, что по закону категорически запрещены беспричинные остановки транспортного средства. Как пояснили на брифинге, у полиции должен быть в виде жетон, но его закупили не все. Законом о дорожном движении сейчас категорически запрещены беспричинные остановки транспортного средства. Только за нарушение. У нас они предусмотрены семи пунктами. Это, в первую очередь, за нарушение правил дорожного движения. Второе, идет работа по розыску угнанных транспортных средств. В-третьих, это необходимость предоставления транспортным средств в случаях, когда это необходимо для доставки скорую помощь пострадавшего и тому подобное. И при проверке документов на стационарных постах дорожной полиции. Еще одна хорошая новость. Запрет на парковку авто вдоль дорог и улиц исключен из правил дорожного движения. Кроме того, отменены доверенности на управление автомобилем. Это означает, что собственник машины вправе передать право управления и пользования транспортным средством другим лицам без нотариуса. Также введено обязательное требование включать фары и днем, и ночью, как на трассе, так и в населенных пунктах. Боржанша Эхмед Ганизатоспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.